Дубль 583. Ребят, дубль 584. Ребят, сегодня с ней... Дубль 585. Ребят, сегодня я расскажу про наиболее распространенные заблуждения среди начинающих морских аквариумистов. И, возможно, кому-то из новичков это видео поможет избежать вот этих ошибок. Умников, которые и так все знают, прошу нахер выключить это видео, потому что оно не для вас. Итак, начнем. Первое заблуждение. Большая подмена воды вредна для рифа и может разрушить его биобаланс. Я считаю, что это неправильно. Вообще, вот все, что я сегодня буду говорить, это не истина в последней инстанции, а то, как считаю я. Мои наблюдения какие-то, и поэтому кто-то может быть не согласен, это вполне нормально. Так вот, я считаю, что большая подмена в рифе не вредит ему. Многократно уже я это испробовал на маленьких аквариумах. На этом аквариуме, понятно, такого не пройдет, потому что тупо такого объема воды, чтобы сделать большую подмену, неоткуда взять. У меня нет такого резервуара. Но зато в 50-литровых моих комплектах Junior я это делаю достаточно часто и вижу, как реагируют на это кораллы. То есть, если я беру, даже делаю 80-процентную подмену воды, и если даже я не делал эту подмену две недели, не то чтобы вот каждую неделю, да, вот две недели не делал, а потом 80% поменял. Поэтому кораллы все, те, которые у меня есть, естественно, не все в мире кораллы, а те кораллы, которые у меня содержатся. Мягкие, ЛПСы, реагируют очень хорошо. То есть, они сразу раскрываются быстро, они набухают так, как мы привыкли их видеть, наслаждаться внешним видом кораллов. Не такие, что там какие-то сжатые. Обычно вот когда у кораллов стресс, они закрываются, сжимаются, и все, их цвета ты не видишь. Зантусы закрываются, там вообще пупырышки одни остаются. Так вот, такого не происходит. Кораллы сразу же раскрываются. Я не буду говорить про какие-то сложные кораллы, да. Возможно, что у каких-то сложных акропор, СПСов и другая реакция. Возможно, для них это действительно и вредно, такая большая подмена. Но, ребят, мы здесь с вами собрались-то, в общем-то, любители, да. Не такие упоротые профессионалы, которые там что-то пытаются сделать, обмануть природу и каким-то образом вывести супер-мега-сложный коралл. Нет, у нас совсем другая задача. У нас задача наслаждаться простыми, несложными кораллами и содержать среднестатистический риф. Так вот, для среднестатистического рифа большая подмена не вредна. Единственное, что нужно помнить, это температура. Температура воды должна быть примерно равная, потому что вот от температурного шока как раз и рыбы могут пострадать, да и кораллы, я думаю, сами тоже. Поэтому старайтесь, делая подмену, большую, небольшую, неважно, соблюдать температурный режим, чтобы температура плюс-минус была одинаковая, и все будет нормально. Второе заблуждение – это кораллы получают энергию от света, ну, то есть через фотосинтез, и поэтому их не нужно кормить. Это заблуждение, и многие мне, мои клиенты, задают вопрос, а как же, зачем их кормить, если вот у них же фотосинтез, да, для чего им тогда кормление? Ну, во-первых, есть кораллы не фотосинтетики, то есть это те кораллы, которые от света ничего не получают. И их просто вот нужно постоянно кормить, как вы кормите рыбу. Но это очень такая обособленная группа кораллов, совсем не распространенная, небольшая, на любителя, и поэтому мы ее трогать не будем. Даже те кораллы, которые фотосинтетики, которые действительно фотосинтезируют и получают энергию от света, они также нуждаются в подкормке. Вообще кораллы фотосинтетики имеют два способа питания. Первый – это через свет, все правильно, а второй – через свои полипы. То есть они, как и рыбы, как и мы с вами, через рот поглощают какие-то питательные элементы. То есть, тот же зоопланктон, тот же самый фитопланктон, то есть порошки, которые мы им добавляем, они через это питаются. Почему нельзя доверяться только одному свету? Ну, потому что это неполноценное питание. Не всегда кораллы получают все необходимое через свет. Иногда их нужно подкармливать. Может быть, не так часто, может быть, это будет раз в неделю, может быть, пару раз в неделю. Сильно перекармливать их тоже не нужно, но иногда подкармливать нужно, потому что специализированными кормами, скажу, опять же. Корма бывают очень разные, их очень много производителей. Например, у Сикема есть фитопланктон, есть зоопланктон, правда, зоопланктон в Россию не привозится. Есть у Red Sea очень хороший корм, Reef Energy AB+, я им тоже периодически кормлю. У Prodibio есть целый комплекс в ампулах, то есть там Reef Booster, вот это такая белая субстанция, от него мутный становится аквариум на несколько часов. Но потом кораллы все это быстренько подъедают, и вода становится прозрачной. То есть очень много разных кормов, неважно какие, важно, что подкармливать все-таки кораллы нужно. Здесь я оговорюсь. Оговорюсь про свежие аквариумы. Если ваш аквариум только запущен, то никакие добавки действительно добавлять не нужно. И если вы их добавите, то вы можете только усугубить. В чем здесь вопрос? Кораллы еще не адаптировались. В свежезапущенном аквариуме вы только посадили кораллы и начинаете их кормить. Они еще в шоке, они еще не понимают, что тут происходит, куда они попали, и не готовы расти. Первые пару месяцев кораллы вообще будут вот так вот стагнировать, и роста вы их не заметите, они расти не будут. А вы их будете пытаться кормить, накормить их чем-то. То есть они это не принимают, соответственно, это питание распространяется по аквариуму, и, естественно, его находят поглотители какие-то, чаще всего эти поглотители водоросли. Поэтому, чтобы такого не происходило, первые 2-3 месяца не кормите кораллы. А после того, как они уже адаптировались, после того, как начали нормально раскрываться, функционировать, вы видите уже какой-то небольшой рост у них, тогда можно им помогать, тогда можно уже их подкармливать и нужно. Третье заблуждение, это, наверное, мое самое любимое. Мягкие кораллы не нуждаются в ярком свете, то есть расставляются, развешиваются такие ярлыки. Это мягкие кораллы, им свет вообще нахер не нужен. Вот это ЛПС, им там что-то так, а вот это СПС, им там надо супер-мега свет, яркий, там хороший, по спектру, дорогой. На самом деле, мягкие кораллы, есть некоторые мягкие кораллы, которые не меньше СПСов любят яркий свет. Это многие заантусы, несмотря на то, что принято считать заантусы тенелюбивыми, теневыносливыми, где-то их на дне, ничего подобного. Очень многие заантусы, но это, опять же, по моим личным наблюдениям, очень многие заантусы, если их располагаешь на дне, они начинают вытягиваться. Вот если вы заметили, что у вас заантус вытягивает шляпку на ноге, на длинной такой ноге, в сантиметр, может быть, даже на 2 сантиметра вытягиваться, он тянется к свету, он тянется к солнцу, ему его не хватает. Так вот, если вы этот же коралл, эту же плашку поднимете повыше, откуда-нибудь там на декорации повыше, туда, куда свет попадает больше, куда света проходит больше, он сразу же прижимается. Ну, не сразу же, но через какое-то время, но он прижимается, он становится более плотный, он один к другому полип, плотно прилегают, получается, и становится таким вот равномерной колонией, такой интересный, красивый, то есть, на которую интересно смотреть, приятно смотреть, наблюдать. А когда это какие-то отдельные полипчики, вот так вот редкие, которые тянутся к свету, никакого там особо зрелища нет. Не все заантусы так делают, но многие так делают. Поэтому я вообще еще не замечал, не видел ни одного заантуса, который, если бы я поднял наверх, ему было бы плохо. Вот прямо ему плохо его, отпустите его вниз. Нет, то же самое с Ксенией Пульсирующей, вот с этой пресловутой Ксенией Пульсирующей, которую все ругают, которые говорят, она там тебе заполонит весь аквариум. Во-первых, далеко не всегда она заполонит весь аквариум, вот в этом аквариуме она растет очень плохо. Здесь, наверное, просто и мало питания, и другие кораллы довольно-таки успешно с ней конкурируют за питание, ей ничего не остается. Вот, и даже если питания много, то Ксения может просто даже не пульсировать, просто вот как-то там стоять и опять же вытянуться, и опять же быть какой-то жиденькой такой. Все от того, что неяркий свет, мало света. Так вот, Ксении Пульсирующей, если вы дадите яркий, сильный свет, то она опять же прижимается, у нее тело становится более такое плотное, более крупное, низкое, и она начинает пульсировать, ей все начинает нравиться. И это все мягкие кораллы. Есть действительно мягкие кораллы, которым особо света не надо. Какие-нибудь родактисы, им вообще по барабану, он может... У меня некоторые рекордеи где-нибудь под декорацию западали, я их находил только во время переезда, и они еще были живые. Цвет немного теряли, а так были все еще живые. Потом обратно набирали свет после того, как на светах выносишь. Вот, саркофитоны тоже не особо-то требовательные к свету, да, но все-таки далеко не все мягкие кораллы могут хорошо жить и развиваться, быть красивыми, эстетичными, декоративными при тусклом свете. Некоторым мягким кораллам яркий свет нужен. Следующее распространенное заблуждение про флотаторы. Многие считают, что независимо от вида аквариума, независимо от его размеров и габаритов, флотатор – это неотъемлемая часть морской системы. Я с этим не согласен, потому что... Объясню почему. Первое, потому что... Оговорюсь сразу же. Вот в больших аквариумах я согласен, что флотатор необходим. Вот так вот скажем. А в маленьких аквариумах до, скажем, до 80 литров, до 90 литров флотатор не необходим. Первое, потому что в таких маленьких аквариумах чаще всего, если и есть самп, то он внутренний. А во внутреннем сампе, ну то есть где-то по задней стенке или по боковой стенке, как вот у меня в комплектах Junior и в Middle, если этот самп внутренний, то, соответственно, его габариты совсем небольшие, и вы там не разместите серьезный большой производительный флотатор. Будет какой-нибудь там флотатор мини для нано-рифов, который ни хрена не будет вам ничего выбивать. Ну, будет какую-то желтенькую водичку гнать, которая... Это вообще не тот схемат, который собирает белок там активно. Нет, ничего он особо собирать не будет. Он будет аэрировать воду? Да, будет. Он будет шуметь вам по духам? Тоже будет. Но эффекта очистки вы с ним все равно не достигнете. Поэтому нет никакого в нем смысла. Если у вас в рифе какие-то проблемы с водой, если у вас там что-то, нитрат, фосфат зашкаливает, это маленький риф, 50 литров. Я в первом пункте уже говорил, что большая подмена не вредит рифу. Так вы сделаете 50% подмену? Половина аквариума. Это 25 литров, не так много. И все, и проблема ваша будет решена с водой. Не надо никаких флотаторов. Если вы чувствуете, что в вашей системе очень быстро набирается нитрат, фосфат, там, ну не знаю, может быть рыб, перенаселение какое-то, и вам будет жизненно необходимо очищать воду, да воспользуйтесь просто пуригеном. Просто возьмите мешочек пуригена, там 200 мл, засуньте его в этот самп. Он, во-первых, будет занимать гораздо меньше места. Во-вторых, он абсолютно тихий. Он не шумит, не тарахтит, ничего. И в-третьих, вы будете его обслуживать, ну, примерно в среднем, там, раз в месяц. Раз в месяц вам нужно будет его регенерировать. То есть на сутки его замочить в белизне, потом в кондиционере от белизны, и все. И вы можете дальше с ним его использовать в сампе. Это гораздо более дешево, это гораздо более компактно. И в оставшемся месте вашего сампа просто забейте его под завязку керамикой, пористым материалом, чтобы у вас биологическая составляющая нарастала, чтобы у вас был акцент на биологическую фильтрацию. И все будет хорошо, без флотатора. На пятом заблуждении сейчас меня, похоже, полетят помидоры, потому что это про живые камни. Многие считают, что живые камни – это основа биологического равновесия в морском аквариуме. Не соглашусь. Не соглашусь с этим. И понимаю негодование многих риферов, которые прям вот олдскульные, которые не принимают никакие другие декорации, кроме живых камней. Но, ребят, давайте уже будем реалистами. Настоящих живых камней уже нет. Уже никто рифы не вырубает. Это запрещено практически во всем мире цивилизованном, не знаю, в нецивилизованном, наверное, тоже уже. Соответственно, то, что к нам приходит из живых камней, это оживленные, скорее всего, камни. Или какие-то искусственные камни, которые помещают в океан, в тот же самый. Да, да, они там же в океане могут полгода болтыхаться, наверное. И какие-то бактерии там заселяются. Но, во-первых, это не тот материал, который... Ведь живые камни – это, по сути, скелеты вымерших колоний кораллов. А это могут быть любые какие-то камни. Вот если вы возьмете там какой-нибудь камень, он тяжеленный, тяжелый, и там воды из него немного вытекает. Это просто какой-то камень, который подержали в соленой воде, и он там каких-то бактерий все равно набрался. Да. Но это далеко не то, что реферы привыкли изначально считать живыми камнями. Соответственно, вы не найдете сейчас... Ну, может быть, я не говорю, что никто не привозит вот прям настоящие живые камни. Может быть, кто-то где-то каким-то образом добывает их. Но это настолько ничтожно малый процент, что, во-первых, даже в Москве очень сложно это найти. Не говоря уже о регионах. И если вы нашли, вам посчастливилось, вы счастливчик, вы нашли настоящий живой камень, да? Вам его везут куда-нибудь, куда? Ну, давайте, сильно далеко не будем брать. В Тюмень. В Тюмени уже довольно-таки холодно, да? И сейчас уже на улице не лето. Соответственно, когда вот тот путь, который будет этот живой камень, проходить от Москвы до Тюмени, мы даже уже опустим, что было там, пока он шел из Индонезии до Москвы. Уже ладно, хрен с ним. Пока он шел из Москвы до Тюмени, это уже тот большой проделанный путь. Что-то там погибло. Пока от Москвы до Тюмени что-то погибло еще. В Тюмени, где-то в зоомагазине, да? И если он не сразу, непосредственно к вам пришел, там еще что-то погибло. Так что у вас там живого? У вас там доживающий камень, получается, далеко не самый живой. И камень, в котором вот эта вся биология, изначально пышущая жизнью, да? Когда-то. А когда она погибает, это может даже усугубить ситуацию при запуске нового рифа. Потому что то, что погибло в живом камне, оно же не уходит куда-то там. Все, мы пошли, мы в этот аквариум не пойдем. Нет. Оно так остается там. И оно остается там гнить, перегнивать. И, соответственно, на запуске с таким некачественным камнем можно наделать больших ошибок на самом начальном этапе, которые потом будет очень сложно исправить. Поэтому далеко не всегда живые камни – это основа биологического равновесия. Возьмите любой наполнитель из старого рифа, да? Матрикс тот же самый, биокерамику, все, что угодно. Все, что включает в себя, ну, все, что имеет высокопористость, да? И что включает в себя, как какие-то бактерии. Это будет вам более надежный вариант. Потому что вы, во-первых, паразитов никаких не занесете, которые в живых камнях как за здрастье могут приехать. Во-вторых, никаких крабов. Потому что в живых камнях, опять же, где-то, если вы его просмотрели, вроде бы там нет ничего, у него там очень много расщелин. Какой-то маленький крабик выжил, да? Весь этот путь преодолел вместе с камнем. И потом по ночам он будет вам кусать ваши кораллы или, по крайней мере, скидывать их с рифа. Тоже не самое приятное. Так вот, возьмите просто керамику, керамический материал пористый, высокопористый. И это будет основа вашей биологической фильтрации и биологического равновесия. Вот на сегодня, в общем-то, все заблуждения, которые я хотел осветить. Конечно, это далеко не все, которые имеются. Если у кого-то там в голове есть еще какие-то заблуждения, которые он хотел бы оспорить, можете написать их в комментариях. А у меня на сегодня все. Напомню, что морские комплекты любой сложности можно заказать у меня в интернет-магазине greenart.su. Ссылка будет в описании под этим видео. Есть также и готовые морские комплекты под ключ. Всегда у меня имеются, в общем-то, комплекты junior. Периодически появляются комплекты middle. И комплекты senior. Это уже под заказ. На сегодня у меня все. Если видео понравилось, ставьте лайк. Давайте. До связи.